а я вам сейчас покажу даже немножечко расскажу здравствуйте меня зовут дмитрий танкович поговорим о том что произошло в последние дни со здоровой долей иронии сарказма сегодня в программе стало известно за что на самом деле воюют российские войска а с другой стороны может быть именно этот снаряд и поздравил рогозина с днем рождения белорусская армия готова наступать простите выступать до выступать причем в торговом центре красота ждем когда ребята отправятся в концертный тур по беларуси в любом случае это куда лучше чем пробовать наступать или даже выступать в украине в администрации томской области перепутали цвета российского флага на благодарственных письмах от губернатора ну и сразу возникает вопрос что это классическое российское раздолбайство или все-таки томская область уже стала подумывать о выходе из состава россии и уже представила официальный флаг тнр томской народной республики в питере муниципальный депутат написал заявление в прокуратуру на путина потому что тот назвал войну войной депутат считает что это высказывание может расцениваться как фейки от армии рф новость умалчивает что стало с депутатом после этого я думаю что скорее всего он уже мобилизован причем и на войну и на специальную военную операцию одновременно а вот большинство ошибочно призванных частичную мобилизацию граждан сами виноваты об этом заявил военный комиссар тюменской области алексей куличков а что это случай прекрасная схема и теперь можно использовать по отношению к любому кто прошел через российский военкомат погиб в украине сам виноват ничего было погибать оторвало руку или ногу дну сам виноват нечего было с собой на войну брать руки и ноги яндекс лавка убрала фиолетовый корж из радужного торта дабы их не притянули к ответственности за пропаганду лгбп возможно в компании индекс просто очень сильно переживают за своих клиентов ну мало ли съест обычный мужик кусочек такого торта и все начнет по-новому смотреть на других мужичков ну а теперь давайте поговорим о других новостях подробнее не очень но перед этим попрошу поддержать это видео колокольчик лайк репост подписка спасибо переходим к новостям в россии продолжается подготовка к встрече нового года до новокузнецкий установили новогоднюю елку ну как установили смотрите сами глядя на эту елку возникает ощущение что новокузнецкий хотят не встретить новый год а попрощаться с ним причем навсегда и вообще новый год еще не наступил а эта елка выглядит так как среднестатистический россияне выглядит на утро 1 января но это в новокузнецке а вот в нижневартовске все гораздо серьезнее там к новому году создали выставку ледяных скульптур на выставке была обнаружена вот такая снегурочка у боже если вспомнить что снегурочка это внучка деда мороза то становится понятно почему не установили скульптуру самого деда мороза скорее всего из-за страха что дети увидев его не захотят больше никогда праздновать новый год и видимо власти нижневартовской это понимали потому что вместе со снегурочкой установили скульптуру зайца да это заяц скульптор так видит я так понимаю если пригожин набирает зэка в качестве мобилизованных то власти нижневартовска взяли зэка в качестве скульптора а еще хочу напомнить что следующий год по китайскому календарю это год кролика вот и глядя на эту скульптуру можно с уверенностью сказать что следующий год для россии будет очень непростым кстати в ответ на недовольство горожан скульптурами власти пояснили что выставка проходит завтра и пока нельзя считать что подрядчик представил окончательный вариант скульптур ну что ж подождем интересно как изменится снегурочка и заяц но что-то мне подсказывает что обновленный вариант скульптур окончательно добьет жителей нижневартовска и пока власти этого российского города думают что делается скульптурами студенты владивостока решили все взять в свои руки причем в прямом смысле этого слова вот такие скульптуры появились в этом китайском простите пока еще российском городе да вот такие скульптуры тут сложно что-то комментировать возможно у этих студентов был очень напряженный учебный год у них прям не было времени заниматься ничем кроме учебы руки не доходили а может они таким образом выразили свое отношение к так называемой специальной военной операции из владивостока перенесемся в красноярск там в резиденцию деда мороза не пустили детей потому что рабочий день закончился восемнадцать ноль-ноль резиденция закрыта да вот все строго восемнадцать ноль-ноль а вы какой новый год детям устраиваете вы посмотрите не надо тут стыдить что еще раз это сейчас крик был на ребенка представляете представляете смотрите на него что за дед мороз такой в красноярске он же по смыслу целый год отдыхал правильно чтобы потом за несколько дней поздравить всех детей что же у него такой короткий рабочий день а вообще красноярский дед мороз выглядит как новокузнецкая елка или как нижневартовская снегурчик видно что плохо и а еще плохо российским медикам от того что они уже ничем не могут помочь своим российским пропагандистам в этот раз люди чей организм постоянно торгая собственный головной мозг сообщили что индейцы были русскими потому что пришли из россии это наши русские они пришли из россии туда спросите великого русского антрополога дробушевского это на ней и это мы русские это что же с ними происходит но пользуйтесь ушными палочками чтобы хотя бы так мозг проветривать я боюсь представить что будет дальше китайцы тоже русские просто смотрят на все с прищуром а про американцы русские просто темненькие но что-то мне подсказывать что настоящие русские кто неподвержен пропаганде и понимает что сейчас в россии происходит на самом деле уже и не очень хотят быть русскими а вот русская женщина лариса долина в девичестве кудельман рассказала о том почему россия так сильно русская культура это знаковая культура это ну это клондайк просто клондайк потому что наша страна настолько сильна она мы всем мешаем потому что мы сильнее гораздо мы сильнее мы круче мы самые лучшие поэтому это это конечно мешает всему миру но им придется с этим смириться странные вещи происходят с людьми которые в россии соотносят себя с культурой мы сильнее мы круче чем все остальные я лишь напомню что нация которая считает себя круче лучше чем другие становится на очень опасную дорожку под названием фашизм но россия по этой дорожке уже уверенно катится и тут конечно хочется добавить что иногда лучше петь чем говорить тем более что лариса долина даже не представляет насколько изменилась сейчас русская культура она действительно изменилась теперь российских детей поздравляют с днем рождения вот такие артисты по моему мама ребенка которому она сделал такой подарок устала от сына она этим подарком как бы намекает сынок смотри давай быстренько до школа потом сразу зона потом чего к вагнера и все мама снова свободна слушайте а давайте попробуем соединить слова долиной и это поздравление с днем рождения русская культура это знаковая культура это ну вот теперь идеально правда вся мощь и откровения русской культуры за 10 секунд но не только российские певицы умеют сейчас удивлять актриса будина продолжает свое шествие по российским телеканалам рассказывает про вредоносное влияние запад на этот раз под раздачу попала англоязычная музыка и язык геополитического противника что в москве пройдешься по магазинам где новогодние ярмарки что в минске постоянно вот этот американская музыка вот это джингл бэнс вот это да или другие вот и я еще ни в одном магазине не встретила русскую музыку а почему мы должны находясь здесь в россии вдруг слушать язык нашего геополитического противника это как мы живем в россии почему мы не говорим по-русски я правильно понимаю что изучение английского языка в школах и университетах россии после этих слов находится под угрозой а что делать с теми россиянами кто уже выучил английский возможно в скором времени российской полиции появятся подразделения которые будут находить тех кто уже владеет английским языком и будут своими традиционными методами делать так чтобы они его забыли но есть вещи которые уже не забыть потому что как минимум сохранились фотографии вот вам непростая задача найдите пару отличий за сто лет на этих двух фотографиях я помогу это астрахань сто лет назад астрахань была одним из торговых центров где жили купцы потом пришел советский союз чуть позже пришел путин много отличий вы нашли я помогу за сто лет внимание появился кондиционер на доме и исчезли трамвайные пути россия страна прорывов а виновник этого прорыва приехал в тулу нет не за самоварами или пряниками путин приехал посмотреть на военную технику и о чудо даже самостоятельно до забрался на броневичок вот интересно что путин разглядывал и вообще что он хотел там увидеть возможно он играл с механиком водителем в прятки но судя по видео путин его в броневичке не нашел я знаю почему потому что механик водитель остался в украине и уже не сможет вернуться путину как и более ста тысяч его товарищей а с другой стороны возможно путин рассматривал вот это новое чудо российской техники надо же было до такого додуматься боевая машина стреляет экскрементами убить фекалиями вряд ли получится но вот что точно сломить дух изобретатель александр семенов прославился на весь мир всего за один день танки который стреляет отходами жизнедеятельности солдат вы видите там боец у меня нарисован со спущенными штанами и он в контейнер как раз извините опорожняется по задумке изобретателя водитель танка должен будет сидеть на пустой емкости предназначены для сбора его фекалий военный наполняет емкость отходами сразу же или в два этапа после того как емкость наполнится она сверху надежно закрывается крышкой затем получившийся из отходов водителя и других членов экипажа снаряд выстреливается в сторону противника и противник весь в говне в панике должен убегать прочь и тогда все сходится когда он поднялся по ступенькам это он не вглядывался в технику он принюхивался он хотел узнать заряжен броневичок или нет но если откровенно россии уже есть современное оружие ракета сармат которую путин уже несколько лет ставит на вооружение но из-за того что он уже давно не общается с реальными людьми он не знает что она уже стоит на вооружении российской армии вот она скажу больше она уже летит на вашингтон ну как летит и едет ну как и стоит в общем поговорим о хорошем сегодня 25 декабря множество православных людей во всем мире празднуто рождество знаете я тоже хочу вас поздравить с этим праздником очень хочется верить что сегодня в украине многие люди смогут встретить и отпраздновать этот день не под звуки выстрелов и взрывов на сегодня это все поддержите это видео лайком и обязательно подпишитесь на канал слава украине живи беларусь проснись россия до встречи